Привет-привет, любые! Меня зовут Мустафина Ирина. И сегодня мы посмотрим с вами, какие же скорые перемены в вашу жизнь принесет солнечное затмение, которое произойдет 2 октября. На картах Таро я возьму три подсказочки и одну карту из Оракула, как послание Вселенной на благоприятный выход из коридора затмений. Итак, смотрим первую карту. Четверка Пентакли. Хороший признак того, что все будет идти как задумано. Вы достигнете цели именно тем способом, которым планировали. Но при этом, если ранее вам удалось пережить неудачу, то сейчас очень полезно переосмыслить и использовать в дальнейшем тот полученный жизненный опыт. Это карта обладания и сохранения значимых ресурсов в вашей жизни. Отношений, семьи, работы, имущества, денег. Она учит все обдумывать, строить планы, двигаться медленно и осторожно. Если же вы испытываете трудности с финансами, то вам необходимо пересмотреть отношения к деньгам, не впадать в крайности от сильного расточительства к накопительству и ущемлению себя во всем. Пожалуйста, друзья, не забывайте, что это общий прогноз. И для того, чтобы понимать более четкую и ясную картину происходящего, смотрите расклады по вашим основным трем знакам зодиака. По солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Сложив вместе эти прогнозы, вы получите больше подсказок судьбы. Если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. Ну, а для тех, кто хочет получить ответы на личные вопросы и узнать, что ждет только вас, и как использовать эти знания, закажите индивидуальный расклад. Пишите в WhatsApp или Telegram «хочу личный расклад Таро». И я пришлю вам информацию об этой услуге. Смотрим следующую карту. Это десятка жезлов. Вам нужно дополнительное время на обустройство и изучение текущей ситуации. Не берите на себя нож, который не сможете поднять. Результаты, конечно, могут быть достигнуты, но вот морального удовольствия ощутить не получится. Усталость перебьет вкус победы. А если и дальше продолжать в таком темпе, то провала вам не избежать. Вместе эти карты говорят нам, что нужно проявить умение мыслить и избавиться от чрезмерной нагрузки путем выстраивания стратегий. Разделяйте обязанности с наличием сил на их выполнение. Возможно, в целом у вас сейчас напряженная обстановка в жизни. Ситуация одна за другой вынуждает проявлять стойкий характер. В любом случае старайтесь избегать выгорания, иначе это отдалит вас от достижения цели. В принципе, основной эффект от новолуния мы получаем в течение двух недель после того, как оно происходит. Но сейчас нельзя забывать, что у нас тут все энергии усиливаются благодаря солнечному затмению. Поэтому ожидать развития полной картины любой ситуации можно вплоть до полугода. Более подробно о коридоре затмений и о том, как он повлияет на вашу жизнь, вы можете посмотреть на этом канале. Для вас уже есть специальное отдельное видео. Ну, а мы двигаемся дальше и смотрим следующую карту. Это четверка жезлов. Эта карта символизирует свободную и умиротворенную ситуацию, когда спешить уже некуда, беспокоиться больше не о чем. И пришло время насладиться дарами и жизненными радостями. Вас ожидают встречи с новыми людьми и отличное настроение. Эти три карты говорят нам, что у вас наступает момент, когда нельзя бросать начатое дело из-за его сложностей или проблемности. Вам просто необходимо довести его до конца. Сконцентрируйтесь, соберите в кулак все свои силы и сделайте еще один шаг, который может оказаться решающим. Ведь финишная прямая уже близко и результат может оказаться потрясающим. Да, солнечное затмение у вас происходит в третьем доме гороскопа. И для вас будет самым актуальным расширение связей, сбор информации, но также пересмотр той тактики, которую вы использовали ранее для реализации ваших планов. Возможно, что вам действительно нужны рядом те, кто сможет разделить ваши обязанности и помочь в достижении задуманного. А сейчас давайте посмотрим карту из Оракула, как послание Вселенной для вас на благоприятный выход из коридора затмений. Великий прорыв, энергия Марса, ярость, конфликт, возвращение к любви. Эта карта здесь для того, чтобы вы смогли увидеть все то, что не позволяет впустить любовь в ваши сердца. Вам нужно больше доверять людям. Противорчивая планета Марса постоянно упоминает нам о том, что нужно быть мягче, научиться прощать и найти дорогу обратно к любви. С сентября месяца Марс находится в вашем 12 доме и призывает вас доделать, довести до логического конца то, что уже запланировано. Но так же влияет на переосмысление ваших внутренних потребностей и желаний. В нашей жизни существует много вещей, которые не позволяют нашему сердцу оставаться открытыми к бесконечному источнику любви. Нам причиняют боль, и мы причиняем боль другим. Получается порочный круг, из которого, казалось бы, нет выхода. А если мы не будем осторожны, то в скором времени мир превратится в страшное место, где повсюду лишь страх и беспокойство. Эта карта появляется для того, чтобы вы, во-первых, осознали тяжелые эмоции, конфликты, раны и страхи, которые причиняют вам боль, вызывают тревогу. А во-вторых, нашли путь к любви. Неудивительно, что мы закрываемся от мира, когда нам причиняют боль. Примите эту боль как неотъемлемую часть жизненного пути, который приведет вас к вашей любви. Покиньте свою перщеру и будьте более добрыми к людьми. Почему я отдаляюсь от любви, и как мне быть добрее к тем, кто причиняет мне боль. Вот те вопросы, которые вам необходимо задать себе прямо сейчас. Если это видео помогло понять вам, что вас будет ожидать больше в солнечном затмении, или появились вопросы, оставляйте комментарии ниже. А также не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Пусть больше людей узнают, как извлечь максимум пользы из расклада второго. А я благодарю вас за обратную связь. Не забывайте подписываться. Вас впереди ждет еще очень много интересного. И до новых встреч. Пока-пока.